Дорогие братья и сёстры, всех приветствую! С вами канал Самсонайте Лайф и рубрика «Благовестие» очередная. В прошлых рубриках мы говорили о покаянии и о грехе. Эта рубрика будет, наверное, немножко необычная, а может быть, где-то даже для кого-то и обычная. Поговорим мы в этой рубрике о сегодняшней ситуации, которая накалилась и длится уже, сколько у нас получается, четыре месяца уже, да, пятый месяц пошёл. В общем, наверное, несложно догадаться, о чём мы говорим сегодня. Хотя корень этого события ещё дальше, да. Это всё уже началось с 2014 года. Говорим мы сегодня о войне. В общем, и много сейчас и проповедей на эту тему, да. И, в общем, эти проповеди меня тоже сподвигли на то, чтобы я записала данную рубрику на эту тему. И не только, может быть, проповеди, и не сколько даже проповеди, да, столько Слово Божье. И сам Господь, конечно, да, сподвиг меня на то, что я записала эту рубрику. Итак, что здесь следует сказать, да. Конечно, меня сейчас не поймут и обругают эти и другие. Но, пожалуйста, это ваше право. Моё же дело говорить правду и говорить не как принято в миру, чтобы угодить кому-то. А как говорит об этом Слово Божье? Да. И начнём с того, что действительно сейчас и с той, и с другой стороны очень хорошо промываются мозги. Да. Как сказать? Своя рубашка ближе к телу, да. И каждый свой огород хвалит и защищает. Так же и здесь происходит. Да, Россия тоже преувеличивает. Это само собой. Ну, преувеличивает и Украина. Все преувеличивают. И нету здесь правды. И с той, и с другой стороны есть жертвы. Да, понимаете? И как вот здесь можно поддерживать вообще какую-либо сторону? Да, мне сейчас скажут, вот ты совершенно не патриот своей страны. Какой, извините меня, патриотизм? Люди, вы проснитесь, вы очнитесь, в конце концов. Время последнее. Какой патриотизм? Эта земля уже идёт, да, к своему уничтожению. Этот мир идёт, да, к своему логическому завершению. По крайней мере, период этот завершится. Да, и наступит новый, где уже будет править Христос тысячу лет. А там совсем будет новая земля и новое небо. Да, сказано, что это земля, и все дела на ней сгорят. Но правда останется. Да, и то, что перейдёт на новую землю и новое небо. И ничто нечистое туда не войдёт. Вот, поэтому подумайте, какой патриотизм может быть в наше последнее время. Да, вы запомните, мы патриоты и послы Царствия Божьего, Царствия Небесного. Да, Царствие Божие нужно защищать сейчас, за Него стоять, а не за эту временную землю. Что Россия, что Украина, извините меня, это временно всё. Может быть, там, я не знаю, какие-то столетия назад можно было бы успокоиться, да, что, в принципе, произошло. Ведь даже ученики, да, апостолы, ученики Христа бодрствовали, да, вначале и все бодрствовали, учили бодрствовать, что вот-вот придёт Христос второй раз. Но люди сейчас настолько успокоились, и что вообще не то, что даже уснули, просто затремали, а впали, наверное, в какое-то состояние кома, я бы сказала. Беспробудный такой, некой, да, как это сказать-то правильно, некого беспробудного состояния, вот, как-то так, наверное. Вообще без шанса и без возможности пробудиться, и всех всё устраивает, да, и каждый занят земным, своими делами, и сбывается, да, то, что вот не время ещё. Не время, не скоро, у нас миллиарды ещё лет, да, простоит в этом беззаконии земля. Вот, и подумайте, всё-таки, стоит ли. Да и просто, не знаю, надо на Израиль смотреть, что уже невооружённым глазом видно, что сбывается. Про это и пророки предсказывали, да, что как-то там было, и как не мучилась сиротами и родила. Да, да, о чём это говорит? То, что раз и появилось государство Израиль, всё сбывается уже при дверях. Проснитесь, люди, очнитесь. Как тут можно говорить вообще о патриотизме и... Ладно, я буду называть вещи своими именами. Русское, да, православие вообще ждёт царя, что якобы пророки предсказывали. А вы спросите, от Бога ли эти предсказывания? Я сейчас знаю, меня сейчас опять могут засыпать гневными комментариями. Но прежде чем писать гневные комментарии, подумайте. Да, что лучше? Искать царя, который непонятно, даже если будет, да, к чему он приведёт? Он приведёт к тому, что в итоге всё равно придётся всем поклониться Антихристу, кто останется на эту великую скорбь. Не будет такого, чтобы какой-либо царь остался в стороне, да. Ну как? Что в Библии написано, что русский царь не поклонится, что он останется в стороне? Про это хоть слово есть, там написано чётко. Никто не сможет ни покупать, ни продавать. Значит, в том числе и русский царь поклонится. Вот, поэтому очень наивно и глупо ждать чудо царя, который вот приведёт ко спасению. Не этого ждёте, люди. Совсем не этого ищите. Ищите прежде царствия Божьего. Царствия небесного ищите. А не земного. Что вот придёт царь, что вот у вас нет никакого патриотизма. У нас есть патриотизм. Ещё раз повторяюсь, да, мы просто патриоты. Царствие Божьего, царствие небесного мы патриоты. Потому что мы понимаем, что время куда нельзя уже последнее. В общем, так что далее, да, поговорим, что происходит. Разделяется церковь, да, внутри православной церкви. И не только православные, и церкви евангельские тоже, да, казалось бы, которые должны жить строго по Слову Божьему. Это ж враг всё делает. Да, и церковь разделяется. Вот вы скажите тоже, мне интересно. Если церковь — это тело, да, единая церковь Христова — это тело. И что, да, каждая сторона благословляет на войну. Как можно благословлять на зло? И стоя с другой стороны жертву. Да, просто ещё раз говорю, где-то что-то преувеличивается. Кому какая правда удобна, то и преувеличивается. Деньги на этом делают, на простых доверчивых людях делают деньги. Это всё делает закулисье. И люди просто на это ведутся так жалко, так обидно, так больно. Вот, и сама, наверное, я до недавнего времени, даже не то, что до недавнего, а когда ещё оставлена мною была, как я молилась в прошлой рубрике, первая любовь, да, Господь, тоже на это велась. Вот, просто подумайте, да, и возвращаясь к церкви, да, как телу Христову. Скажу следующее. Всё-таки, вот как вы себе представляете, да? Рука против ноги воюет. Да, ты мне не должна. Исторгну тебя, уйди вообще отсюда. Или глаз, там, я не знаю, против уха. Ты мне не надобен, вообще, ступай куда хочешь, да? Это так, что ли, у нас происходит? Кстати, где-то было об этом написано, да, в Писании тоже нечто такое. Вот, и просто подумайте, как мы можем называться христианами, если мы воюем. Да, и даже проповедь одного священника, ну, не буду я называть имён. Всё-таки моя цель, чтобы меня не забанили, а чтобы это слово прежде дошло до людей. Да, для чего это всё создаётся, вся эта рубрика. Не для бана, а для вразумления. Вот, и что здесь следует, да, сказать? Что была вот такая вот проповедь. Не знаю, есть она сейчас или нет. Что как-то так она называлась. То ли мы боремся с мировым сатаной, то ли мы боремся с западным. В общем, или мы боремся с мировым злом. Что-то такое было на этой почве. Ну, народ, вы просто поймите. Что значит, мы боремся? А разве Христос вообще заповедовал воевать? Ладно, там ещё раз повторюсь, в Ветхом Завете там, да, там язычники просто совращали верующих евреев, например, да. И сами где-то, может быть, даже стремились воевать. Вот, воевали, потому что сносили их фаалов где-то даже, да. Ну, это как бы ветхозаветные времена, во-первых, было. Во-вторых, как-то Господь этим самым, да, показывал силу свою, чтобы в Него уверовали, чтобы к Нему пришли, а они там к каким-то там неживым богам приходили. А здесь-то какая цель? Если мы считаем себя, ну, людьми Нового Завета, да, Новозаветними, то как это так? Где в Новом Завете написано, что мы должны воевать? Где об этом вообще хоть слово сказано? Вот, поэтому тоже подумайте. Благословляя на войну, подумайте. Как вообще это может быть? Да, и просто найдите, да, где написано, что воевать люди должны друг с другом. Мы воюем со злом. Со злом не оружием надо воевать, а другими методами, другими способами. Да, тем же Словом Божьим. Мы добрые воины. Ну, что значит добрые воины? Да, те, кто, в общем, идёт за Христом, отстаивает Царствие Божие. И не оружием воюет, а на что-то там, например, противопоставляет, да, цитаты из Священного Писания. Ведь Христос же, когда Его, да, распинали, Он же мог всех направо-налево швырнуть. Он мог взять меч всех, разрубить, расколоть там, я не знаю, да, благословить на войну, я не знаю. Могло же смятение просто в народе подняться. Вот, и с креста спокойно мог сойти, и разбойников всех перебить. Но Он же смиренно это всё перенёс. Так что подумайте, очень-очень хорошо подумайте. Стоит ли смотреть вообще вот такие вот передачи и идти на поводу мирового закулисья? Да нас же дурачат, на нас же делают деньги. Да, вот вы сейчас скажете, что да, там, испокон веков там это всё, может быть, было. И то, что в прошлом там ещё веки, да, в той же Украине нацизм возрождался. Это одна правда, а другая правда. А с другой стороны, так ли правильно мы, например, да, русские представители России, точнее, да, подступаем. И там, и там насилие. И с той, и с другой стороны. Грех есть грех, как его не оправдывать всё равно. И там, и там жертвы. В общем, и молиться сейчас надо. Да, чтобы это как-то остановить. Да, чтобы прекратились вот эти жертвы, неоправданные совершенно. Ладно, там войны между собой, и то матерей жалко. Но ведь мирные же жители гибнут. Ради чего? Ради чьих-то амбиций, ради чьих-то интересов. Зачем это всё? Ну да, одни там оправдываются тем, что нацизм на Украине, что там их так учат. Неправильно. Да, для нас это неправильно. Это не наша, например, точка зрения. Для них тоже какая-то наша точка зрения неправильная. Но ведь как-то же надо к правде общей прийти. И не такими же методами. Неужели больше не было методов? Я не знаю. В конце концов, о чём это говорит? Да, что Господь попускает такие события. Господь попускает болезнь, война. В данном случае, прошу прощения, эмоции просто зашкаливают. В данном случае он просто, Господь, да, допустил эту войну. А почему? Давайте разбираться, почему. Не только, да, проповедники так считают. в общем, и не один проповедник. Ну и я тоже с этим соглашусь. Да, как человек, который старается. Не знаю, могу ли я назвать себя ещё пока истинным христианином, но я стараюсь изо всех сил, сколько только их у меня есть. Да, после определённых событий, которые со мной случились. вот, и давайте действительно порассуждаем. Да, почему Господь попускает это всё? Во-первых, во-первых, не скажу, может быть, сейчас ничего нового, что говорили проповедники. просто понимаете, про что я тоже, возможно, и говорила в предыдущих рубриках. Очень много сейчас, особенно тёплых христиан. Да, примерно, что про это говорил, да, Христос, там, то ли это было в посланиях, он давал откровения, да, там, одному из апостолов. По-моему, не буду сейчас врать, надо мне, конечно, больше ещё слушать Священное Писание, ещё больше завучивать, да, в моём случае, потому что пока ещё только слушать. вот, и что он говорил? Что ты не холоден и не горяч, ты тёпл, да, о, как ты тёпл, то исторгну тебя. Примерно так это было сказано. вот, и сейчас вот таких вот христиан тёплых, дремлющих, я бы даже сказала, не дремлющих, а спящих, которым просто сегодня удобно верить в Господа, да, а завтра, ну, Господь, по-моему, не сделал, я обиделся, отвернулся и пошёл там за каким-то идолом. Много очень сегодня таких, и поэтому Господь это и пропускает. Ещё раз говорю, возможно, я ничего нового сейчас не скажу, да, где-то даже повторю слова, да, этих людей, этих проповедников, но это действительно так. вот, и вторая, конечно, причина, ладно, если бы мы ещё были только тёплыми, да, и даже не холодными и не горячими, так мы же ещё и не каемся, мы во всём правы, у нас настолько гордость и вот этот вот эгоизм, да, от первородства вот этого вот. что просто не до покаяния и вовсе. вот оттуда всё и начинается, вот оттуда все идут и проблемы, в общем, люди думают, а в чём же мне кается, я ж такой чистый, я ж такой безгрешный, я ж только знаю, вы все дураки кругом, вот оттуда и берётся, это и есть фарисейство, вот поэтому ещё Господь и попускает это всё. И да, по поводу тёплости ещё хотела добавить то, что невозможно в данном вопросе занимать какое-то среднее положение, в вопросах веры и следования за Господом, следования за Христом. Либо ты совсем не веришь, да, либо ты всё-таки ревнуешь по Господу, идёшь за Ним, спотыкаешься, каешься и дальше идёшь за Господом, причём не оставляя первую любовь. люди просто не понимают, даже мои близкие люди. Да, не буду сейчас уточнять, просто не понимают совершенно, что либо так, либо так, третьего не дано в данном вопросе. В общем, так что, да, вот эти вот причины. И ещё, да, как было написано в последнее время, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь, что мы наблюдаем, нету сейчас совершенно любви к ближнему. Да, чаша закония уже переполнилась, всё, а что будет на великую скорбь? Это же будет такой ужас, это же просто, я говорю, выжить даже нельзя будет. Да, и там уже за имя Господа просто надо будет гибнуть реально. Если не за имя Господа, так всё, ты идёшь в зло, в погибель, ты поклоняешься Антихристу. Да, и третьего здесь просто не дано и там, и там быть, и нашим, и вашим. Нет, такого не будет. Это сейчас во время благодати, да, мы как бы ещё можем такое допустить. Вот тогда такого не будет. Тогда чётко надо будет сделать свой выбор либо туда, либо сюда. И если его уже чётко не сделать сегодня, то потом, извините меня, уже вряд ли можно будет сделать правильный выбор. Вот, и так как по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, уже охладела, да, вот что мы имеем. За это тоже Господь попустил нам это всё. да, и любовь не только просто к ближнему охладела, да, хамство направо и налево, и неуважение, не побоюсь этого слова, к инвалидам, к немощи, да, хотя что говорил на эту тему тоже Господь, и если Господь даст, то может быть об этом тоже поговорим в наших рубриках, что сила моя в немощи совершается, да, в общем, и кто был меньшим, станет большим, как бы здесь тоже можно этой мыслью продолжить. вот, а люди просто не то, что не понимают этого всего, да, они не только, скажем, к немощенным, не только, скажем, к посторонним людям, они близким людям плохо относятся, не побоюсь, этой фразы плевать хотели, вот, детям не нужны родители, родителям не нужны дети, что мы сейчас и наблюдаем, да, и отчуда тоже может возникнуть нечто, что кто-то, например, захотел, да, поиграть в пистолет, да, как есть, так и говорю, и эти игры превращаются в настоящие войны, сначала люди тренируются, да, в детстве друг на друге, скажем, потом они это воплощают в жизнь, оттуда и жертвы идут, в общем, это тоже очень опасно, это тоже очень непросто, вот, и еще, да, что сказано, что будут дети непокорны родителям, что мы сейчас сплошь и рядом замечаем, грубые и жестокие дети и непокорные родителям абсолютно, да, даже вот я раньше, помню, росла, все-таки в 90-х, да, родилась, быть, если точным, в 92-м, да, уже тогда начиналось все это, весь этот раздрай, да, вся эта суматоха, вся эта разруха, но все равно еще не до такой степени дети были, да, непокорны родителям, сейчас же это вообще, это ужас просто-напросто, и я говорю, чаша беззакония, настолько уже переполнилась, да, вот, и если говорить о беззакониях, то сейчас и не побоюсь этого слова, из разряда ЛГБТ сколько появились, и да, если меня вдруг будут слушать такие люди, то пожалуйста, покайтесь, просто покайтесь, просто придите ко спасению, вот, и это все, и в том числе даже, да, и грехи садомские, и от этого тоже переполняется чаша беззакония, нечистоты, но вот что остается Господу делать, да, чтобы к Нему пришли еще больше люди приходили, попустить войну, да, опять-таки, как говорят многие проповедники, и я с ними согласна, что не говорить, что это война по воле Божьей, да, что вот такова воля Божьей, а это другое, что у Господа нету воли такой, чтобы люди воевали, да, о чем я говорила выше, вот, все-таки просто Господь попускает это все по нашим грехам, чтобы мы о чем-то задумались, чтобы мы научились ценить, да, окружающих, близких нам людей, в общем, чтобы мы научились любить ближнего, да, как было заповедано в Новом Завете, в общем, поэтому все это и попускает Господь, и что здесь следует сказать, да, что говорила и в прошлой рубрике, как учил Иоанн Креститель, это сегодня тоже актуально, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, Царствие Небесное, покайтесь, оставьте ваши грехи, оставьте ваши старые пути, ваши беззакония, ваши идолы, оккультные дела всякие, да, всевозможные, что сейчас, прошу прощения, что сейчас очень просто как нельзя актуально, каждый день вот эти гороскопы, оставьте все это, и покайтесь, и идите ко спасению по-настоящему, идите за Христом, и спасетесь, Христос всех любит, и всем Он хочет спасения, просто не все это понимают, не все это сознают, и все боятся ответственности, да, сегодня проще, как в мировых религиях, свалить там все, либо на батюшку, либо там, в общем, на священника, да, свалить все, и, в общем, дальше идти грешить, взять ответственность, обещать Господу добрую совесть, это трудно, это очень-очень трудно, но если вы хотите спасения, это необходимо, вот, просто такое существо, которое, да, стремится спихнуть ответственность на другого человека, что сказано, проклят всяк тот, кто надеется на человека, а не на Бога, ну, примерно так сказано в Писании, в общем, а мы надеемся, мы взяли, возложили там всю ответственность на священников, а те еще и войну благословляют, какая красота, да, сами во грехе, еще и людям грехи прощают, поэтому, пожалуйста, стремитесь иметь личное отношение с Господом, а не прикладывать свою ответственность на другого человека, это, кстати говоря, тоже одна из причин, да, почему Господь сегодня попускает эту войну, в общем, очень прошу, и не только я, и все, кто отстаивает Царствие Небесное, все, кто является патриотами и послами Царствия Божьего, покайтесь, ибо оно приблизилось уже, уже все, уже при дверях, уже некогда сейчас идти на поводу за кулисья и отстаивать чью-то сторону, давая им возможность на нас просто обогащаться, в общем, еще раз прошу, покайтесь, пока не поздно еще, потому что там двери закроются и все, что уже скажет Господь, уйдите, а я вас не знал никогда, в общем, подумайте, и давайте действительно мы об этом помолимся, Господь, мы благодарим Тебя и за эту рубрику, и благодарим за то, что ты даешь сегодня возможность говорить о тебе, благовестовать, очень прошу тебя, Господь, приведи людей к покаянию, те, кто будет смотреть эту рубрику, и образуем Господь этих двух президентов, двух руководителей, этих держав, которые сейчас воюют, образуем их Господь, чтобы это беззаконие уже остановилось, и чтобы прекратились вот эти жертвы, образуем Господь также и тех, кто так сказать натравливает эти державы, те, кто подогревает эту войну, ибо этот мир уже движется к концу и готовится человек греха, человек беззакония, и он наверняка уже готов, останови господь, это беззаконие, благослови господь всех, кто слышит эту рубрику, господь, во имя Христа спасителя нашего, пусть многие отдумаются, отдумаются от сегодняшнего мировоззрения от своего, да, мировоззрения, от тех взглядов, которые навязываются и которые приняты сейчас, очень прошу, Господь, тебя, пусть люди отдумаются, покаятся, и тех, кто войдет в число спасенных, войдет в число невесты, церкви, Христа, пусть будет этих людей больше, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков, аминь.